Привет, как вы? Это ваш парень, профессор, и я просто хочу поделиться последней информацией. Я закрыл свою страницу ВКонтакте, и я отправил сообщение. Я не знаю, дошло оно до вас или нет, но когда вы закрываете страницу в ВК, вы можете отправить сообщение всем своим друзьям, рассказав им, что происходит. Вот какая у меня ситуация. Мои взгляды непопулярны, непопулярны в Америке. И американцы недовольны мной. И это вызывает некоторые проблемы для меня и моей семьи здесь, в Америке. Меня это особо не волнует, и я отчасти привык к этому, с теми вещами, которые мы сделали в прошлом. С этим все нормально. Дополнительная вещь, которая произошла сейчас, у меня есть некоторые русские, очень небольшая группа русских, которые теперь угрожают мне. И не только мне они угрожают, они угрожают моей семье, угрожают моей жене, моему сыну, моим друзьям. И мне это не по душе. Я должен отдавать отчет о том, что я делаю. Я должен, к сожалению, ограничить свое пребывание в социальных сетях. И я знаю, что 99% русских моих друзей не имеют никакого отношения к этому. Вы, ребята, отличные люди. Я люблю вас. Экшн Джексон любит, и моя семья любит. Но из-за этой небольшой группы паршивых овец я просто не могу. Я просто не могу подвергать их опасности. Я должен сделать все возможное, чтобы защитить их. И снова, одно дело, когда кто-то преследует меня, и другое, когда в это дело начинают втягивать мою жену и сына. Поэтому страница закрыта. Но что это означает? Это означает, что я ухожу? Нет. Я остаюсь на Ютубе. Вы можете меня найти на Ютубе, присылать мне письма, если вы зарегистрированы. Вы также можете мне писать на Ютубе. Я собираюсь и дальше делать видео о России и Индии. У нас есть еженедельное шоу на радиотрассе, которое выходит каждую пятницу вечером. Вы, ребята, можете слушать это на моем сайте, DarkSky Radio. И вы можете слушать с их сайта, в Москве. Сергей ведет это дело. И, похоже, раз в месяц я буду иметь дело с RooOpen. Один раз в месяц с RooOpen. Скоро будет Тим Керби. В субботу мы собираемся устроить часовую прямую трансляцию, где вы сможете задать мне вопросы. Вы можете позвонить. Я не знаю, будет ли возможность звонить в прямой эфир. Может, просто озвучим заданные. Не знаю. Так что я все еще собираюсь быть активным. Я знаю, что НТВ хочет сделать еще некоторые вещи со мной, а также некоторые другие телевизионные каналы. Поэтому я все еще буду рядом. Я все еще буду частью России. Я все еще хочу побывать у вас когда-нибудь. Я хочу, чтобы вы знали. Все Даши на свете. Все Владимиры. Все Павлы. Все хорошие, прекрасные, красивые русские люди. Это не связано с вами. Это связано с семейной безопасностью. Я не могу подвергать физическому риску свою семью. Я должен это минимизировать. Если кто-то хочет преследовать меня за мои взгляды, лично меня, мне все равно, но не мою семью. Это не круто. Вот такие дела. Есть небольшая группа, которая была очень расстроена тем, что Тиш взяла на себя обмен сообщениями, потому что я не мог поспевать за этим. И снова я хочу, чтобы вы поняли. Это не имеет никакого отношения к 90% из вас. К 99% из вас. Есть только небольшая группа людей, которые продолжают все усложнять. Ну а теперь это уже стало угрожающе. Экшен Джексон получил угрозу. Получил угрозу и отправил мне по телефону. Тот, кто угрожал, собирался появиться с некоторыми русскими чуваками из Сан-Диего и напасть на меня. Я просто не могу это допустить. Не могу допустить. Поэтому я хотел вам дать больше объяснений о том, что происходит. Я все еще рядом. Вы все еще можете найти меня в российских СМИ, можете найти меня на Ютубе. Вы можете смотреть мои видео. Ничего из этого не меняется. Что меняется? Это просто доступ к странице ВКонтакте. Потому что, похоже, там больше всего злодеев. Так что с учетом сказанного, я люблю тебя, Россия. Россия, вперед. Мы пройдем через это. Присоединяйтесь, и мы продолжим. Огромное спасибо за поддержку. И, пожалуйста, заходите ко мне на Ютуб. У меня есть миллион видео, которые я записал, которые я буду загружать. Все, что вы, ребята, видите, все, кто меня освещают, все было замечательно. Я знаю парня с ЮТВ из Уфы. Я думаю, что, возможно, запишем с ним интервью. Они хотят поговорить о фашизме и о некоторых других вещах. Я просто хотел сказать, что мы не прощаемся, а просто заходите на мой Ютуб и веб-сайт. Увидимся позже. Мир. Продолжение следует...